Подводим итог матча Футбол Стор Красненькая Речка Красненькая Речка одержала победу со счетом 5-0, вполне уверенную победу Со мной в студии Артем Смирнов и Игорь Корнилов Ну, прежде всего поздравляем с победой Красненькую Речку Цепляетесь вы за выживание, прям скажем прям руками и ногами после усиления, прям показываете хорошую игру Как думаешь, Тём, выберетесь? Да, конечно, еще мы говорили, что все получится еще и говорили в конце первого круга в начале первого, да, наша задача пока есть, играем Многие команды говорят, когда вновь первого зашли в Премьер-лигу, что они достойны или нет, нет, пока есть матчи, пока есть шанс, нужно бороться Дальше уже узнаем, достойны мы Премьер-лиги или нет Если проводить работу, пытаться исправлять, под лежачий камень вода не течет, то все получится Что скажешь по игре Сегодня очень уверенно победили Такое ощущение, что прям с гандикапом Не, ну мы знали что мы хотим сегодня Мы были уверены в том, что мы должны игру эту взять Мы знали, как мы должны эту игру взять Поэтому на каждом участке поля навязать борьбу, высокий прессинг Равноценные замены это и сыграло Главную роль, но, конечно, это самое Саша стал получать больше моментов чтобы реализовать свои галы Так что еще и можно с его спросить с того, что он это не забил сегодня, но так все равно все хорошо Игорь, футболстор наоборот все ниже и ниже в турнирной таблице И сегодня по игре, прям, скажем Ну, конечно, не показали зубы То есть было видно, что команда прям на полной дизморали Что случилось? Ну, это долгая история Как бы в этом турнире у нас было много матчей, которые мы проигрывали на тонкого, да, то есть там с гандикапом в один мяч 2-1-3-2 с сильными коллективами То есть, ну, в принципе где-то, может, не на своем месте шли Потому что, ну, я говорю, что и по разнице мячей и большинство игр проиграны потому что не хватает как раз-таки этих самых зубов Не хватает команде характера Команда молодая Не хватает по некоторым позициям Да, там, защитника не хватает Вот мы играем, когда с Олегом Ткаченко Ну, он, как бы, человек с характером может остальных завести У нас, безусловно, были свои лидеры Там они и есть Просто в этом сезоне слишком большие кадровые потери Вот скажите мне, что там в прошлом сезоне что мы будем играть без Орлова и без Хламова как бы, ну, это совершенно другая команда А сюда добавляются еще там, 3-3 человека отдыхали Вот Бородулин первый раз приехал, да Кузьмин Кислицын отдыхали Камалединов давно травмирован Васильев давно травмирован Салоев Салоев, да В трудный момент покинул команду Ну, как бы, я с ним разговаривал Ну, что мне судить Это его выбор И, ну, находимся действительно в тяжелой кадровой ситуации Где требуется от каждого максимум усилий То есть, в принципе, этим составом можно быть конкурентоспособным Который был сегодня Но часть игроков, зная, что сегодня матч такой, да, за вылет Пошли и до пяти утра гуляли То есть, один не доехал вообще из Тимов Который тоже является ведущим игроком Просто не приехал Остальные играли, ну, вообще, ну, без желания Там целая группа игр, практически все, кто были Я помню интервью Маурини давал Он говорит, что вот есть игроки, которые с самого раннего возраста Это мужчины То есть, ну, мужики Вот как у него Лэмпорт был, да Он пришел молодым, но это сразу был мужчина А у меня же целая вот это вот Те, кто на этом мероприятии присутствовали Им уже по 24 года А они до сих пор молодежь Есть обратные примеры Вот есть Рыбачук, Кислицын, которые Ну, Катуков, то есть, там, да Они, может, где-то там что-то не могут в футбольном плане Но они отдаются, они тренируются Они ответственно подходят играм Они слушают, с ними удобно коммуницировать А здесь настраиваешь команду, ну, как на последний бой А тебя никто не слышит То есть, может, им похмелье мешает Может, еще что-то Ну, не с кем разговаривать стало Не хватает, вот, Андрюша Хлам Владимира Хлам Да никого нет Васина, Клюева, то есть, ну И сегодня, ну, важно было сегодня победить Но это важная игра, игра за выживание А получается, что те, кто должен был выгрызать Они подставили То есть, мы все дружим И я считаю, что это, ну, лично какая-то Ну, знаете, ну, как предательство Как так можно? То есть, они не только... Ладно, меня, то есть, я не знаю Может, меня они там перестали уважать Они себя не уважают Это их коллектив Это наш коллектив И вот так поступать, это неправильно Никогда в жизни я так не делал Когда там, будучи игроком Никогда я перед играми вообще не пил А здесь, чтобы до пяти утра гулять Зная, когда что-то нет замен Что тебе некем заменить И что имеем, то имеем Что думаешь, теперь не получится выбраться уже Из этого положения до конца сезона Потому что, ну, прямо скажем После таких слов, наверное, нужно Очень серьезно разговаривать с теми, кто не приехал И, возможно, там Я так понимаю, что они вообще не будут попадать в состав Ну, во-первых, команду Ну, с учетом вылета Я уже думаю, мы вылетим То есть, как бы все идет к этому Этот матч был важный То есть, ну Без... Ну, прямой конкурент получил там 6 очков, можно сказать Соответственно, скорее всего, мы теперь вылетаем Ну, наверное, будем делать ставку на другие турниры То есть, может быть, вообще покинем Оля Потому что путь в Суперлигу лежит через Заслонова Здесь на огороде играть Против команд, которые рубятся Ну, удовольствие от футбола не всегда получается Получается получить плюс Вот я говорю, травмы Ну, просто целая россыпь травм Ну, я говорю, почти никого нету И футбол, опять же, должен приносить удовольствие А здесь, ну, приезжаешь, мучаешься И многим это не совсем нравится Ну, вот мне в том числе это не нравится То есть, возможно, как-то покинем Оля Будем в других турнирах выступать В других форматах Вот, может, в 11 на 11 Там, посмотрим Может, там, оставим какую-то команду 8 на 8 Там, в турнире ниже Но это уже будет команда Знаете, таких ветеранов Нет, ветеранов То есть, может быть, вторую молодежи сделан Ну, планы есть Команду не собираюсь, да, там, распускать Но вот с людьми, которые вот в такой тяжелый момент Ну, так, так, придают Ну, не хочется с ними дело иметь Это просто несерьезно И, ну, как с ними команду строить То есть, ладно, там, если бы команда у нас была такая Где все приезжают Там, знаете, ну, как в вышках есть же Там приехали, пиво попили Там, как попало, сыграли Поехали домой Нет, мы тренируемся Мы стараемся показывать результат Мы не хотим вылетать Ну, блядь, говорю мы, а не знаю, кто мы Кто мы То есть, у меня никого нету того, кто Ну, вот я повторюсь Есть там Васин, он не всегда может Но это тоже мужик, блядь Он несет ответственность, да, там, за свои действия, за результат Там, остальные травмированы Вот, не знаю, короче Ну, красненько, речки Все-таки все более позитивно Хотя тоже вот сейчас еще на грани Вам, получается, нужно обыгрывать чуть ли не все коллективы Которые будут впереди Но так как вы серьезно укрепились В принципе, это уже возможно И насколько вот Курбан Исмаиловы и Неродецкий, да, добавили вам? Ну, еще раз говорим, что да, они правильно Они добавили к тому, что у нас есть, да Вот, спасибо сопернику за столь содержательную речь И спасибо за игру Вот, если мы, допустим, даже сами вот не понимали Что нам не хватает до поры, до времени, до этого усиления То есть мы тренируемся, режим соблюдаем У нас там тоже экипировка, то все, все вопросы сняты Но чуть-чуть чего-то не хватало Борьбу не любим проигрывать Сбор у нас все четко, да А вот оказалось, что вот надо было дожать усиление Они связующим звеном стали нашего натиска В наших трех, там, двух шестерках, да И, соответственно, это добавили Естественно, появилась вера Появились моральные волевые качества К тому, что у нас все получится Поэтому, почему нет, конечно, мы будем двигаться Наоборот У нас осталось несколько матчей за исключением Вот серьезный соперник-то у нас Антел, да, Фортуна Посмотрим еще, дадим бой этим командам А как удалось из Сейн-Дропа целую плеяду игроков зацепить? Ну, вообще, конечно, не то, чтобы плеяду Я даже до последнего не знал, что они вместе играют Я индивидуально с каждым общался, разговаривал, знакомился То есть, при каких обстоятельствах Говорит, такая-то команда, там-то играть вы можете Здесь, да, да, да Сказали, ребята, будем до конца играть Стараться бороться до последнего Сказали, что мы, да, поможем вам В любом случае Может быть, Игорь, есть смысл попробовать найти еще игроков Я так понимаю, у вас команда со спонсором, правильно? То есть, вы не сами платите за игры Игроки не сами платят за игры Плюс вы тренируетесь, я думаю, многим было бы это интересно, нет? Ну, команда изначально позиционировалась Как команда своих То есть, у нас нету так никакой трансферной политики Я беру Ну, мы берем либо тех, с кем играли То есть, у нас, знаете, как дерево, команда развивается То есть, я играл там с Женей Васиным С Максом Клюм, вот этот последний трансфер, да Я их пригласил С остальными мы играем по долгу То есть, которая молодежь подтянулась Мы из одной спортшколы, я их вот с таких знаю Но, как же, опять же, вот я говорю, мы Где мы? То есть, что это? Мы никогда не будем командой, которая будет кого-то набирать Кто, ну, кто, так сказать, не близок, а дружественный То есть, скорее всего, если кого-то и будем брать Это тот, кого мы знаем У нас есть там перспективное усиление Но они пока профессионалы То есть, с кем мы там играли в свое время То есть, они сейчас играют там В командах, но когда-нибудь нас усилят А так, как бы, хочется играть своими ребятами И всегда мы этого придерживались То есть, и получалось мы там С серьезными, у нас половина команд серьезных История встреч чуть ли не ничейная То есть, знаете А здесь, говорю, достала меня это премьер-лига Достала меня это Оле Наверное, закончу с ним Потому что И, ну, короче, ладно Все, договорился Спасибо за интервью